В этом видео мы создадим меню. В нашем шаблоне в AB Inspiration вы можете создать 4 разных меню. Меню в шапке, меню основное, меню в футер и меню для мобильной версии. Все эти меню вы можете оформить по-разному, то есть сделать наполнение разными страницами, записями, произвольными ссылками и так далее. Первое, мы создадим основное меню, которое у нас будет под шапкой. Итак, придумайте название в поле названия меню. Это произвольное название, это название будете видеть только вы. Нажимаем создать меню. В этом меню обычно используются страницы, основные страницы, которые мы создали в предыдущем видео. Перейдите с левой стороны во вкладку все, страницы все, и отметьте галочкой главное, контакты и об авторе. Нажмите на кнопку добавить меню. Вы можете пункты меню с правой стороны менять местами. Например, об авторе перенести чуть выше. Наводим мышку на пункт об авторе, удерживаем и перетаскиваем выше. Если пунктир у вас появляется правее от предыдущего пункта меню, тогда данный пункт меню будет выпадающим. Если вы хотите, чтобы они стояли наравне, то чуть-чуть левее подвиньте блок, и у вас пунктир появится ровно с другими пунктами меню. Далее спуститесь ниже и отметьте галочкой основное меню. Поднимитесь выше и нажмите на кнопку сохранить меню. Следующее меню, которое мы создадим, это меню для нижней части, то есть для футер. Для этого нажмите на ссылку создайте новое меню. Напишите название меню в футер. Нажмите на кнопку создать меню. Это будет меню в нижней части сайта. Опять же, выберите те пункты, которые вам нужны. Чаще всего в нижнее меню у нас вставляется политика конфиденциальности, карта сайта. Вы можете также разместить страницу главная, ну и другие страницы, которые вам необходимы. Нажимаем на кнопку добавить меню. Поменяйте местами так, как вам нужно. Спуститесь ниже, отметьте галочкой футер, меню футер и нажмите на кнопку сохранить меню. Также нам необходимо создать меню для мобильной версии. Вы можете взять то меню, которое у вас уже есть. Например, в мобильной версии вы можете использовать точно такое же меню, как и меню футер. Либо такое же меню, как главное меню. Либо создать новое меню. Тогда вы нажимаете на ссылку создать новое меню, придумываете название и наполняете его теми страницами, ссылками, которые вам нужны. Я покажу, как использовать то меню, которое уже есть. Например, главное. Из выпадающего списка выбираем главное меню, основное. Выбрать. Спускаемся ниже и ставим галочку основное меню, оставляем. И еще дополнительно ставим меню в мобильной версии. Нажимаем на кнопку сохранить меню. Спуститесь снова вниз. И я расскажу, еще здесь есть у нас области, где можно создать меню. Например, меню в шапке, плавающее меню и меню на целевой странице. Меню в шапке это второе меню в верхней части сайта. Вы можете его использовать в зависимости от того, как вы будете создавать дизайн. Если вы в дизайне активируете меню в шапке, то нужно будет обязательно создать еще одно меню и поставить здесь галочку меню в шапке. Плавающее меню, опять же, это опция по желанию. В настройках дизайна сайта, если вы активируете опцию плавающее меню, то вы можете отдельно создать меню для плавающего блока. Этот блок появляется при прокрутке сайта. То есть, когда вы будете прокручивать сайт вверх-вниз, у вас в верхней части будет фиксированная панель с определенными пунктами меню, которые вы здесь укажете. Также для целевой страницы есть отдельная страница, на которой нет шапки, нет дизайна. Она пустая, чистая, но есть нижняя часть. И там вы тоже можете для этой страницы, для такой страницы создать отдельное меню. Еще раз, основные у нас меню это основное. Дальше для мобильной версии и в нижней части, которую мы уже создали. Все, нажимаем на кнопку сохранить меню, если вы что-то меняли. И давайте посмотрим, что у нас на этом этапе получилось. То есть, у нас уже есть страницы и есть меню на нашем сайте. Наведите мышку с левой стороны на название вашего сайта. Нажмите правой кнопкой мыши «Открыть ссылку в новой вкладке». Перейдите в эту вкладку. Итак, вот наш сайт. И в меню появились три пункта. На главной странице у нас отражается блок. Если мы перейдем на страницу об авторе, отображается страница об авторе. Как видите, она без боковой колонки. Контакты. На странице «Контакты» у нас есть форма обратной связи. И в нижнем меню также отображаются пункты «Главное» об авторе, «Контакты», «Карта сайта». На странице «Карта сайта» будут отображаться все записи, рубрики и страницы вашего сайта. Это своего рода содержание вашего блога. И «Политика конфиденциальности», страница которую вам нужно в дальнейшем отредактировать.